МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире очередной выпуск программы Спортцентр ТВ и я ее ведущий Сергей Волков. Сегодня мы вновь поговорим о дзюдо. Знакомьтесь, олимпийский чемпион Тагир Хайбулаев. Здравствуй, Тагир. Добрый день. Тагир Хайбулаев. Заслуженный мастер спорта по дзюдо. Весовая категория до 100 кг. Родился 24 июля 1984 года в городе Кизилюрте. Родовое село Клан-Дода. По национальности Аварец. Дзюдо начал заниматься в Самаре с 11 лет. Первые тренеры. Заслуженный тренер России Вячеслав Архипов. И заслуженный тренер России и СССР Николай Петров. Спортсмен Самарского центра олимпийской подготовки. Чемпион Европы, чемпион мира, олимпийский чемпион. Трехкратный обладатель Кубка мира. На чемпионате мира в Париже финальной схватке Тагир досрочно победил ипоном казахстанского дзюдоиста, чемпиона мира Максима Ракова. В Лондоне на Олимпиаде также чисто выиграл у монгольского дзюдоиста, олимпийского чемпиона Найдана Тушенбайера. Образование высшее юридическое. Закончил Самарский государственный экономический университет. Награжден Орденом Дружбы за большой вклад в развитие физической культуры и спорта. Высокие спортивные достижения. На играх 30-й Олимпиады 2012 года в Лондоне. Все меньше времени остается до начала летней Олимпиады в бразильском Рио-де-Жанейро. И ты знаешь, ты редкий гость здесь у нас на самарской земле. Это понятно. Сейчас начинается, наверное, мне кажется, заключительный этап подготовки уже к Бразилии. Каким ветром тебя сегодня занесло в этот твой родной динамовский зал, с которого ты, собственно, и начинал свои первые шаги в дзюдо? Сейчас у нас такой маленький перерыв перед Казани, где будет проходить чемпионат Европы. Тоже один из этапов подготовки к Олимпиаде. Поэтому я всегда, когда бываю в Самаре, конечно, прихожу в Динамо, родной Динамо, где я с 95-го года начал заниматься. И вот на этом татаме, да? Вот на этом же татаме чуть поменялось, конечно. Да, конечно. И стерлось уже. Устался тот же. А вот мне кажется, вот я смотрел сегодня, как ты заходил сюда, ты заходил действительно как в храм спорта, вот в какую-то вот как бы отцовскую, родительскую, такой дом, где вот тебе это не безразлично, вот эта атмосфера, вот эти ребята, которые здесь занимаются. Мне это показалось? Или это так? Нет, так и есть. Это как бы мой второй дом в Самаре, потому что я на самом деле большую часть жизни здесь провел, тренировался, проливал пот. И поэтому это уже стало как моим домом тоже. Сам мальчишка пришел или кто-то привел тебя сюда? Ну, меня привел мой отец за руку буквально в 95-м году. Сколько тебе было тогда? Мне было 11 лет. И прям первый же день я начал тренировки. Сначала у Вячеслава Викторовича Архипова начал тренироваться. Ну, а потом уже перешел к Николаю Федоровичу Петрову. Ну, у вас, по-моему, борьба – это что-то родословное, фамильное вид спорта. Ну, да, у меня отец тоже занимался вольной борьбой. И дяди тоже боролись. Поэтому это как семейная борьба. И у меня, можно сказать, не было выбора другого. Ну, и мне самому нравилась с детства борьба. Поэтому другого варианта не было. Отец рассказывал, что ты сначала начал заниматься дзюдо, потом переключился на вольную борьбу. Потом опять вернулся. То есть вот так вот как бы выбирал. А почему выбирал? Вообще изначально я начал вольной борьбой заниматься. В Дагестане у нас так принято. Все мальчишки даже до школы начинают заниматься вольной борьбой. Потом приехал в Самару. Вот с 11 лет я пришел в дзюдо. И так получилось, что года через два я перешел в греко-римскую борьбу. Занимался греко-римской борьбой. И опять потом вернулся дзюдо и самбо. Уже параллельно стал заниматься. Ну, вот в чем вот здесь, так сказать, тебе больше заинтересовал тебе дзюдо? Ну, остановился на этом виде спорта. Потому что он олимпийский, наверное. Потому что и олимпийский в первую очередь. И во-вторых, в Самаре очень хорошо развито тоже. Мы знаем, много чемпионов у нас было. И Хабиль Бикташев, Сергей Косорозов. А ты пришел в это время, когда как будто застал из этой плеяды золотых спортсменов? Хабиль Бикташев? Действующих еще нет. Нет. Да. Уже Хабиль Бикташев был президент федерации. И поэтому были известные тренера. И Архипов, Петров. Такие легендарные тренера. И поэтому мой выбор пал на дзюдо. Тяжело вообще складывалось первые шаги в дзюдо? Или все легко, сразу пошло в гору? Мне как мальчишкой казалось, что да, тяжело это все. А потом я сейчас смотрю, дома грамота за первое место, первое место. Много было грамот. А на тот момент мне казалось, что с трудом это дается. Всегда был недовольен собой, что могу еще больше, еще больше. Мне казалось, да, в то время тяжело. А сейчас кажется, что не особо тяжело тогда мне было. Мне кажется, в принципе, ты нисколько не жалеешь. А то, чтобы попал в дзюдо. Сейчас, конечно, пройдя такой путь уже, не жалею, что прошел это все. Все эти нагрузки, тренировки, это все, конечно, закаляет человека. Придает много качеств хороших для жизни. Невозможно представить себе семью аварцев, которые бы люди не занимались борьбой. Это так? Это так, да. Говорят, и в вашей семье, что вся ваша родословная – это одни борцы. Далеко не будем идти. Я тоже занимался борьбой. Так будем говорить. И дед занимался? Да. И отец занимался? Ну, так. Ну, Дагестан, она так принята, так будем говорить. Она как бы национальный вид спорта, борьба. Это испокон веков. Ну, как в других республиках тоже есть разные борьбы. Там в Вредной Азии есть, в Татарстане есть свое. Так же и в Дагестане. Это правда, что существует такая семейная легенда о том, что вам отец запрещал заниматься борьбой. А вы показывали отличные результаты. И даже за вами приезжали купцы, хотели сманить, не знаю, Махачкалу, наверное, да? Это было, когда я еще в школе учился, уже в старших классах. Хотя таких условий не было в то время, да, но мы все же занимались. Я тоже занимался. Ну, были успехи у меня там, будем говорить, там, в первенстве Дагестана. В первенстве Дагестана это тоже... Даже посерьезнее, чем, наверное, в первенстве Советского Союза. Ну, не будем говорить, ну, это да. И когда один раз было такое, когда выиграл, там даже мне после соревнований даже сделали схватки, проверим. Вымоцливость. Да, может быть, он так выиграл. Случайно. Да, да, да. Тоже там этих всех спаррингов, которые пустили после соревнований, тоже выиграл. А потом еще где-то в соревнованиях я был. Были, да, в перспективе такие, да, там, и тренера говорили, которые там... Ну, и у меня была такая... И тогда я мечтал добиться спорта, но не получилось. Короткая какая-то передышка. Ты приехал домой. Как идет подготовка вот к Рио, расскажи. Я приехал домой, но мне тренер Эдсу Гамбо написал план, который я должен делать дома. Я соблюдаю этот план, даже диету он мне прописал, и поэтому тренируйся на этом плане. Ешь каши, да? Как раз кашу не ем. Мясо. Иногда мясо, фрукты, мясо, там, определенная своя диета. Так очень строго все. Да. Фантастика. То есть в подготовке к Олимпийским играм мелочей не бывает? Мелочей вообще не должно быть. Не должно быть? Все должно быть, да, про вся моя. Ну, тем более, за плечами у тебя уже опыт уже, как готовиться к Олимпийским играм. Я знаю, что ты какие-то коррективы вносишь в подготовку, да? Ну, да, да. А что ведь вот интересно? Что, за питанием следишь? Другая совершенно подготовка, которая была в то время. Ну, на что упор в основном? Сейчас главное, чтобы поддерживать свою форму. И прийти к той форме, которая была вот до Олимпиады в Лондоне. Ну, примерно, ты вот прикидываешь по срокам, когда у тебя будет пик формы? В Бразилии или чуть раньше? По нашему плану он должен быть как бы в Бразилии, плавно подойти к Бразилии. Сейчас по внешнему виду Тагира можно оценить его качество, его подготовки? Каким-то вот малейшим признаком можно говорить о том, что он уже на подходе к пику формы, что он действительно 4 года провел не зря до Олимпиады? Ну, я думаю, что форма у него где-то... Во-первых, мы его редко убываем, он в 300 дней в году на сборах, да, к сожалению. И трудно определить. Здесь он, как раз, не выкладывается, просто в удовольствие стрижет. Ну, я думаю, что и сейчас и не нужно. В конце августа будет Олимпиада. Я думаю, что он процент на 50-60 реально готов. Сейчас вот это как раз период, оставшийся... Сейчас четвертый месяц и восьмой. Вот оставшиеся 4 месяца будут понарастающие, понарастающие. Но это не луть, не пик формы, так подводящие и проверить. Вот чтобы вы, как первый тренер, посоветовали бы Тагиру в оставшееся время, на что обратить внимание? Ну, я бы сторонник совершенствия, совершенствия этот коронный бросок, ну, подвязать обманные движения, финты, отвлекающие маневры. У него, кстати, не хватает этих обманных движений, финтов. А вот скажи, вот сейчас ты говоришь, что в Казани будет чемпионат Европы. После этого уже сформируется окончательный состав Олимпийской команды или пока нет? Ну, я думаю, да. Нам точно еще не сказали, но я думаю, после чемпионата Европы тренера уже всех соберут и объявят состав, чтобы все знали. В некоторых видах спорта нужно выполнить олимпийскую лицензию. А какая в дзюдо олимпийская лицензия? В дзюдо надо попасть в мировую двадцатку, чтобы отобраться на Олимпиаду. И если несколько человек в одной категории от страны отобрались в эту двадцатку, уже тренера решают, кто поедет. То есть у нас все объективно, мы доверяем тренерам. Сейчас ты в мировом рейтинге какой? Я точно свою позицию сейчас не знаю на данный момент, потому что у нас каждую неделю проходят турниры. И этот рейтинг меняется каждую неделю. Как на бирже? Да, да. Курс меняется каждый день. Ну, в двадцатке я есть. А кто главный соперник в нашей российской сборной за место? Конкурент это Адлан Бесултанов, Нияз Белалов из Татарстана. Ну, есть ребята тоже молодые, достойные. Поэтому расслабляться тоже нельзя. Надо доказывать право. Вы постоянно на чеку, на чеку. Конечно, да. А что говорит Эцио Гамбо по тому, как готовится? Он кого-то выделяет из спортсменов, допустим, из вашей этой тройки? Нет. Кто-то первый номер, кто-то второй, кто-то там сменщик, кто-то... У нас такого нет, и я считаю, это правильно, потому что у нас одна команда, и никого не выделяет. А титул олимпийского чемпиона не давит на плечи? Ну, нет, это уже как бы прошло, это все история для меня. Зверточку не ловил, как у нас говорят в спорте? Ну, это со стороны виднее, мне кажется, что нет. Мы почитали в прессе, что Гамбо сказал о том, что он как-то был не очень доводен, что ты в олимпийской межсезонье женился, и что это якобы повлияет на твою подготовку. Это действительно так, или это Гамбо так придумал? Ну, честно говоря, да, он очень такой большой фанат дзюдо, вплоть там, да, с питания начиная, да, там, ОФП, но он болеет просто дзюдо, целый день он занимается этим видом спорта. И вот он как бы беспокоится о нас, о нашем результате, чтобы мы не отвлекались на семейные проблемы, конечно. Еще он даже как папа или как мама? Ну, как отец, он хотел, чтобы мы семейные хлопоты, это все перенесли после Олимпиады, чтобы и свадьбы, и еще что-то. Конечно, его можно понять в этом плане, но жизнь есть жизнь, поэтому мы поступили так, как чувствовали, что надо поступить. В общем, то, что женился, не жалеешь, не скажу. Да, да, конечно. Расскажи, пожалуйста, о своей семье. Кто они? Мы знаем, что у тебя есть сын, он будет продолжателем традиции? Ну, надеюсь, что да, тоже будет заниматься. Сейчас по телосложению тоже так, похож более-менее на борца, так что думаю... На деда, на деда или на отца? Ну, так как я тоже похож на отца, поэтому на нас двоих. Его зовут Али, пока ему 10 месяцев, пока маленький, но уже иногда борется. Скучаешь, честно говоря, вот по семье, там постоянно все-таки в разъездах, на сборах, по миру катаешься, подготовка? Конечно, да, когда долгое время не бываешь дома, тоже скучаешь, но для этого сейчас есть Skype, там FaceTime, можно связаться с семьей. И в свободное время ты сидишь в Skype и разговариваешь? Ну, у нас бывает, там, после тренировок, вечером время, и с семьей можно пообщаться спокойно. То есть это разрешено? Да. Это не военные казармы, не военные дисциплины? Ну, если это не в 2 часа ночи, да. Близкие понимают тебя, что вот эти вот долгие отлучки, это, так сказать, это необходимо просто. Без этого невозможно подготовиться к каким-то крупным победам. Ну, да, да, вот отец на протяжении еще долгих лет, до Лондона, как бы все условия для меня создавал, чтобы я ни в чем не нуждался, не отвлекался ни на что. Даже были, может, какие-то в семье проблемы, он мне об этих проблемах даже не говорил, чтобы я не беспокоился. И сейчас вот, когда женился тоже, и жена меня понимает, что это нужно для меня, как бы вообще для нашей семьи, да. И поэтому старается тоже, как бы сильно меня не беспокоить, когда я на сборах, ну и вообще до Олимпиады, как бы она сказала, я тебя не буду беспокоить, буду поддерживать, поэтому понимает все. А, жена бывшая спортсменка? Ну, нет, она со спортом не связана. Вообще никак? Нет. И где ты ее нашел? Ну, познакомился так. На улице? Через Олимпиад тоже, да. Да? На улице? Нет. Или трамвае? Расскажи. Ну, там долгая история. Долгая история? Ну, друзья познакомили, да? Да, можно так сказать. А она откуда? Из Дагестана тоже? Ну, с Кавказа тоже, с Кабардино-Палкарией. Фактически, там, здесь, я не знаю, там большая родина, здесь малая родина. И у тебя, оказывается, большая армия поклонников существует. Ну, так можно сказать так, да. Как поддерживают тебя друзья, приятели? Ну, друзья тоже стараются меня огородить от некоторых тоже моих каких-то проблем, если есть. Берут на себя часть их. Поэтому за это им тоже спасибо большое. То, что они понимают, какой у меня период сейчас сложный, тяжелый, можно так сказать. Хотя он и приятный, но он сложный и тяжелый. Ну, всех, конечно, интересует один вопрос. Насколько велики твои шансы попасть все-таки в Бразилию? А сделает выбор Эцио Гамбо, как бы, на тебе? Или прежние заслуги не в счет, здесь, как бы... Ну, это знает только Эцио Гамбо, насчет состава, да. А моя задача только показать себя, проявить и на ближайших соревнованиях, чтобы уже сомнений не было. Ну, есть уверенность, по крайней мере. Конечно, без нее я бы, как сказать, не продолжил бы, может, Карибу. А здоровье в порядке, травмы не мучают? На данный момент, да. Есть, конечно, всегда микротравмы, они есть всегда. Но сейчас все нормально, все в порядке. Ты когда-то был в Бразилии? Мы были много раз в Бразилии. Там проводили Кубок Большого Шлема, и мы ездили туда с командой. Много раз мы там были. Ну, ты представляешь, что такое борцовский ковер в Бразилии? Условия и обстановка какая будет, накаленная. Она и в прямом смысле накаленная была. Жарко будет. Жарко и душно, наверное, в это время. Ты жару-то как переносишь? Нормально? Ну, южный человек, поэтому нормально переношу и жару. А так, конечно, акклиматизация есть, немного проблема, но это уже задача тренеров, которые должны нас заблаговременно туда отправить. Поэтому, я думаю, с этим проблем не будет. Ты знаешь своих соперников, кто твои главные конкуренты, в твоей весовой категории? Ну, конечно, соперников знаю, изучаю. Иногда на тренировках моделирую, как я буду бороться. С ним я уже много раз боролся до этого, потому что мы боремся с ними много раз боролся на всех турнирах. Там одни и те же люди, там новых практически нет. Темных лошадок нет? Ну, есть, конечно, темные лошадки есть. Сейчас подрастает и новое поколение. Поэтому молодежь тоже растет и наступает на пятки. Надо за всем этим следить. А вот скажи, а кто из самарских дудаистов может тебе составить компанию? Там, в Рио. Ну, я думаю, только девчонки. Девчонки. Это Ирина Заблудина и Наталья Кондратьева. Поэтому в сборной еще есть Александр Григорьев у нас. Есть Ислам Хаметов. Но если реально брать, они к этой Олимпиаде еще не подошли. У них есть шанс попасть в Токио 2020. А как ты оцениваешь шансы наших, ты говоришь, девчонок там в Рио? Они, по-моему, могут бороться? Достаточно опытные девчонки, да. Они уже давно борются и показывают себя хорошо на многих стартах. Поэтому это все в их руках. Как говорится, как они в форму подойдут, в какой форме к Рио, так и получится. Там дзюдо такой вид спорта, да, там решает одно движение. И поэтому шансы у всех есть. Вы рассказывали о том, что в детстве поставили Тагиру коронный бросок, которым пользуется до сих пор и выигрывает за счет этого броска. Расскажите, что это за бросок? Это бросок через спину, а конкретно бросок через плечо с колен. Вот Тагиру очень парень такой целеустремленный, собранный, трудолюбивый. Мальчишка уловил это движение, прием. Он ему как раз и по конституции был. Я долго, мы долго разные приемы искали. Вот он этот прием уловил, ему очень нравилось. Мы очень много работали, бросали. И чучело, и ребят в строй составляли, ему помогали. Разных весов он набрасывал, набрасывал. И вот до сих пор он в основном побеждает. Или со стойки бросает, или через плечо с колен. Ну и самое главное то, что я каким-то внутренним чувством всех заставлял бросать влево, бороться влево. Потому что 99% борются вправо. И кто вправо борется, обостренные чувства, и бросить значительно даже свой любимый коронный труднее. А влево бросает очень редко кто. И всегда один-два раза даже великого можно бросить, потому что он не успеет среагировать. Вот так он бросил олимпийских чемпионов монголы из пекинского на нашей лондонской олимпиаде. Ну вот этот прием поможет ему сейчас выиграть в револю? А он и будет выигрывать все. А вот сейчас глядя... У него много приемов, но он серьезный противенького именно выигрывает этим приемом. Ну это так мозг устроен человек. Али архипов. Али архипов. Нет, ну это... Ну можно назвать бросок архипов, да? Ну я могу... Или бросок и буллайов. Нет, я хвалиться не буду, я первый в области начал дзюдой в городе развиваться. И никто ничего с колен не бросал. Хотя я тоже не умел бросать. Но я увидел, как кавказские борцы бросают. Я все впитывал, смотрел. И были борцы, которые бросали как из пуш. Мне этот прием очень нравился. И Тагир и на пальцах, и на руках. И я показывал не так, как хотелось бы. Овладел совершенством. Все уже знают про этот прием. Все мои соперники, даже в мире. Поэтому приходится его каждый раз маскировать как-то. Да, да. Я на самом деле его с самого детства делаю. С 11 лет. Он мне помогал и в греко-римской борьбе, когда я переходил из дзюдо в греко-римскую борьбу. Есть ли какие-то приемы, которые ты взял из самбо, из национальной борьбы? Может быть, папа подсказал пару приемчиков каких-то таких неожиданных. Из греко-римской борьбы корпусные броски я делаю. И бедро, и через грудь. Сколько примерно нужно знать приемов для того, чтобы обладать бальгатым арсеналом, скажем так, вооружен до зубов? Тут, знаете как, можно знать 100 приемов, но если соперник будет знать один, но очень хорошо, он выиграет. Поэтому у тебя должен быть коронный прием свой. Недавно на сборах в Адлере президент нашей страны Владимир Путин встречался с вами. Показал свою коронку, мне показалось так, подсечку эту, да? И на Ирине Заблудину все это продемонстрировал. Ты с ним боролся? Я вешу, к сожалению, 100 килограмм, и поэтому ему подбирали спарринги. А, полегче. То есть, полегче, да. Поэтому, я думаю, в следующий раз, если будет такая возможность, конечно, может стану спарринг. Ну, вот якобы говорят, что в Казани, вот перед чемпионатом Европы, Путин приедет встречаться с вами, так вдохновлять на новые подвиги. Вот, может быть, опять с вами здесь поборется даже немного. Как ты оцениваешь подготовку нашего президента страны вообще, вот со стороны, вот глядя на его выступление? Ну, смотря как он делает приемы, можно сказать, что у него хорошая форма, то есть он четко делает движение. Это сразу видно, когда ты смотришь, как человек делает, поэтому он хорошо знает. И вот подсечка, подсечка, кстати, это очень сложный бросок в дзюдо. Для этого нужна не только сила, для этого нужно еще чутье, поэтому подсечку не каждый может сделать. И мне она с трудом даже дается. Вот так вот. Да? Это очень тяжелый бросок. То есть, у олимпийских чемпионов даже есть слабое звено, да? Есть слабое звено. Да, я думаю, иностранцы не будут смотреться. Мы давай поговорим о футболе. Своё пребывание в Самаре, такое стремительное и короткое, ты использовал еще для массы всяких интересных и полезных дел, вещей. Ты дал и урок мастерства, и встречался в лицее с учащимися своего родного лицея спортивного. И самое главное, тебя выбрали послом Самары на чемпионат мира по футболу 2018. Ну, вообще, откровенно говоря, ты ожидал вообще такого приглашения? Ну, нет, для меня тоже это было неожиданно. Но приятной, признаюсь, приятной неожиданностью. Как бы это и ответственность представлять свой город, рассказывать о нем, приглашать сюда гостей. Конечно, это все тоже приятно. Ну, а с футболом ты на «ты» или на «бы»? Да, я с детства тоже играл, играю в футбол. Сейчас реже, но тоже, когда есть возможность, иногда играем, доставлять массу удовольствия, потому что у нас в основное время это только дзюдо, и редко получается тоже в футбол играть. Ну, вот ты побывал на тренировочной базе, крылья Советов, принял участие в тренировке команды мастеров. Там главный тренер Франк Верка Утерина остался в восторге, вот честно говоря, от того, как ты очень влился сразу вот в коллектив, и, в общем-то, каши не испортил. Так, управлял с мячом, и жонглировал даже, и набивал его, и делал еще массу всяких вещей. Это странно было очень приятно смотреть, что у тебя такая разносторонняя подготовка. Тем более, что бутсы одел ты первый раз в жизни, да? На самом деле, первый раз одел бутсы, и в них намного удобнее оказалось, чем в кроссовках. Ну, до футболистов, конечно, мне далеко, я там бы совершал ошибки. Ну, задания у них очень интересные, и, может, почему я чуть-чуть там приноровился к ним, потому что, опять же, иностранец у Крыльев, иностранец у нас, он нам дает почти похожие упражнения. Поэтому уже за это время, сколько мы работаем с Эрцио Гамбой, я привык к таким заданиям, тоже можно сказать. Ну, в общем, короче, ты для футбольной команды Крыль Советов уже созрел. Ну, нет, нет. До них еще далеко. Ну, вот как закончишь с дюдой, и сразу пойдешь футболисты. Вообще, у меня планы только Дарью выступать. Также были планы у меня и перед Лондоном. Я сказал, я не знаю, что будет после Лондона, у меня стоит только Лондон, и все. Сейчас также у меня Рио цель. То есть, что после этого я покажусь. А кто уговорил тебе остаться еще на Олимпийской четырехлетии? Ну, во-первых, мы поговорили с Эрцио Гамбой, и разговаривали с отцом, и решили то, что... Потянул. Так будет лучше, да, что еще остаться, еще раз. Есть такая возможность попасть на Олимпиаду. И я сам, как бы, смотря на свое состояние, вообще на ситуацию, с дюдой решил остаться еще на четыре года. Вот с точки зрения отца, как эксперта, как профессионального борца бывшего, Тагир готов сражаться за место в Олимпийской сборной, повторить тот успех, который был четыре года назад? Не, он, если бы так не было бы, он, наверное, мы с ним после Олимпиады в Лондоне говорили на эту тему, он и остался к Рио, чтобы серьезно готовиться, не просто там. И он хотел попасть в Рио, и сейчас он все делал за эти годы. Хотя там какие-то соревнования он пропускал, там травмы были, там. И сейчас он, я думаю, сейчас уже набирает форму уже такую оптимальную, так будем говорить. Там же нет вултеркинда, и он не вултеркинд. Там все зависит от настроя, от как человек захочет, а. Потому что в приеме бросат право-влево все умеют, а. Все зависит, как ты настроиться, как мужчина. А вот что говорят аварцы, когда человек отправляет на какую-то тяжелую битву, на что-то такое серьезное, что говорят? Ну, как это по-варски звучит? Просто сказать в двух словах, это говорят «нухпитаги». Есть такое слово, это как «счастливые дороги». А ты как представляешь себе вообще будущее, после того, как ты выйдешь из спорта? Ну, пока нет, пока все мысли об Олимпиаде, у меня есть задача, и я к ней иду. А то, что будет потом, это уже потом. Ну, что ж, остается только пожелать тебе успеха, чтобы ты попал в Рио, и самое главное, чтобы ты приехал оттуда с медалью. Спасибо. Желательно золотой. Дай Бог. Ты сам-то веришь в это? Конечно. Спасибо. Спасибо. До встречи после Рио. Теперь уже. До встречи. Ну, а с вами, уважаемые друзья, мы прощаемся до следующей программы. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова